Люди не выходят, сами за собой не убирают. Сотрудник Щелковского водоканала недоумевает, как можно было так замусорить берега ручья Шалаховка. В районе улицы Пустовская ручей впадает в паныри, а те прямиком в клязьму. Работники коммунальной организации изъявили желание стать волонтерами. Дружно вышли на всероссийскую акцию «Вода России». Она проходит с привлечением волонтеров и вообще всех желающих, кто неравнодушно относится к водным объектам, да в принципе и в природе в целом. Это часть федерального проекта «Экология», то есть это проходит под эгидой Минприроды. Все желающие могут в ней принять участие, и всем инвентарем, перчатками, в том числе мешками мы снабжаем. Ручей паныри природного происхождения берет начало из недр национального парка Лосиный остров, но загрязняют его исключительно люди. Мусор вдоль берегов экологи и местные жители замечают здесь постоянно. Вот здесь вот нет мусора, вот только на берегу. Вот пытаюсь сейчас сюда залезть. Культуры все-таки должна быть. Не нужно бросать мусор. Периодически коммунальные службы очищают берега, но история повторяется. Именно поэтому экологи выбрали ручей, заранее проработали маршрут, количество задействованных сил и средств. Одна из целей акции – привлечь внимание к проблеме водных объектов. В данный момент очищаем реку в основном от бутылок. Я так понимаю, здесь собирается молодежь, наверное. Тут одни бутылки. Там не надо никуда ехать, чтобы где-то отдохнуть. У нас прекрасная река, прекрасная природа. Как бы, пожалуйста, пусть будет чистота и отдыхайте здесь. От мелких фанзиков до вот таких автомобильных покрышек участники сегодняшнего мероприятия уверены, что если люди не будут мусорить, это место отдыха будет значительно чище. Информацию о предстоящих акциях можно узнать на новостных порталах администрации и на официальном сайте акции «Вода России». Присоединиться к экологам никогда не поздно. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.